Друзья, всем привет! Друзья, 29 апреля, короче, все, кракор на мази, за исключением того, что нету кондера, не успели привезти ситинги и заварить, точнее проточить крышку, и не убрано в кабине. В принципе, то, что нету кондера, я и не убираюсь в кабине. Смысла нету, сейчас буду ездить с открытым люком и с открытой форточкой. Вся пыль будет здесь, поэтому марафет в кабине не наводил, так продул, но пыль не вытирал. Это все временно, потом я все устраню, все это вылечу. Короче, вот такой расклад, такие вот дела. Жду очереди, Андрюха, он заправляется. Сначала 82-ка заправилась с удобрением, раскидывается с этим. Не знаю, как он называется, ну, короче, со стеканом. Потом 12-21 заправился с пуном, Алтаец заправился, Алтаец уже стартанул. И вот Андрюха заправляется, я следующий. Короче, сейчас заправляюсь, сцепляю вороны и погнали. Ну что, друзья, официальный стартанул, погнали. Поезжаю, Андрюха вон покатил. Алтаец в бою, Андрюха пошел, я пошел. Так, давление пятера, в коробке 8. Что-то горит, у меня заряда второго аккумулятора нету. Может быть, недохранитель сгорел. Ну ладно, это мы, походу, там разберемся. Короче, все путем. Температуру еще не набрал. Сегодня, благо, ветер, не так жарко будет. Ну ладно, погоди. Так, друзья, короче, 3556 моточасов. Начало отчета четвертого сезона этого трактора. Больше дает 2, 10. Короче, еду полгаза на третьей передаче, на которой, в принципе, мы работаем. Но я пока на ней работать не буду. Буду чуть между второй и третьей. Короче, не 10 километров, а где-то 9, видите, около 9. Потому что у меня трактор на обкатке еще. На башне. На третий он идет свободно, прям не напрягаясь. На четвертый туго уже. Но на третий идет уверенно. Но трактор на обкатке, поэтому немножко я ему сбавлю темп. А так вот сейчас по жесткому иду на третий. Полгаза сейчас, смотрите. И все, пошел. Уверенно. Дымок выпустил. Подхват. Все, нормально. Топливщики молодцы. Кстати, да, мы сменили топливщиков, которые ремонтировали нам аппаратуру. Пока доволен. Пока вроде и подхватывает. Ровно дымок, хлоп. Все, трактор пошел. Посмотрим, как будет дальше. Тихонько движемся. Ну что, друзья, почетный круг дан. Короче, проезжал я его час. Почему час? А потому что контур поле-то он особо-то небольшой. Но вот этой стороной, вон той стороной по периметру поля и вон той, вон третьей тоже стороной. А четвертый, вот вдоль посадки, штоки 4 оврага они. И практически оттуда выедешь, вот туда-обратно вдоль оврага, почти до той стороны опять возвращаешься вдоль оврага. И вот так вот контур петлял петлял-петлял и в итоге вот только что доехал. Андрюха вон тоже сейчас возвращается и поедем на обед. Вроде бы ничего, все нормально. Трактор работает достойно. Мощность присутствует, очень радует. Но небольшой косячок вылез. Но это даже не мой косяк, это может быть он уже давно. Короче, вторую передачу у меня выбивает. А почему давно? Потому что мы на второй передаче в нагрузке-то не работаем. Вторая только если на транспортном и все. Нагрузки мы на вторую никогда не работали. На первой тоже. Третья, четвертая, либо между третьей и четвертой передачей. Это пятая. Ну там другой диапазон, но пятая передача. То есть вторая у нас ну так если куда-нибудь подъехать или что. И то она его выбивала у меня два раза где-то за километр, а то и может быть и полтора. Просто еду, бам! Выбила нейтраль. Вот. Поэтому возможно и эта болячка у него давно и сновья 102 выбивает нагрузки. А так вот сейчас хожу на четвертый четвертая 8 километров в час. Ну он чуть меньше семь с половиной где-то идет. А если учесть буксование, то я не знаю, ну около семь семь три где-нибудь. Вот так. Здесь немножко таблицы вот значения завышенные, а вот здесь вот на транспортных максимум 39,7 а он бежит 42. То есть немножко значения колеблются, но все же примерно в них можно попасть. Допустим, если у нас основная рабочая третья передача 9,6 четвертая 12,3 то допустим вот мне нужно немножко ниже третий на вторую если перейти 7,4 это маловато, а я вот между второй и третий 8 километров у меня. Но он чуть меньше идет семь с половиной где-то. Ну короче, короче, трактор наверное уже остыл. Пойдемте посмотрим потеки не потеки, но я уже останавливался раза 3,4 упрыгивал, коробку смотрел, масляный насос трогал на КПП не греется ничего, вроде все нормально путем. Нормальненький подхват. пыль пыль села где все в масле в солянке было все это налепилось. пыль лепест. Пыль лепест. Продолжение следует... Бодренький моторчик. Все прекрасно. Все прекрасно. Можно идти обедать. Друзья, короче, время почти 5. 15. Работаем, дело идет. Были некоторые проблемы. Была проблема, потому что штуцер забился в баке, потому что баком мы паяли, воду наливали, наливали бы бочки, там может быть ржавчина и что. И вот, короче, забился штуцер в баке. Я его прочистил, все нормально. И было то, что... Зараза, я не знаю как. Залив клапан, короче, на каком-то рычаге, а не в недалке. А клапан залив. И, короче, масляный насос начал перегреваться, перегрел масло, загорелся индикатор. Вот, и, короче, масло закипело. Но ничего страшного, мне кажется, что... Друзья, короче, распределитель. Масло вот у меня кипит. Точнее, перегревается, индикатор загорается. Вот второй раз сейчас было. Короче, что-то не лады. Насос гонит, а распределитель, я так понял, не совсем, не совсем перепускает. Или наоборот, перепускает. Не знаю, короче, поедучи сейчас на базу, может быть, даже забился в фильтр очистки гидросистемы. Вот, даже я его не успел поменять. Ну, короче, сейчас отцепляю горны и поеду после свой, допустим, в фильтр. Ну, прям звук отчетливо слышен, что распределитель уже где-то. Не так сильно, прям, когда вот агрегат, допустим, поднимаешь до упора и держишь рычаг. Но достаточно слышно. У Андрюха вот сейчас останавливался Андрюху. Доехал к Андрюхе. Остановился, и у него вообще тишина там. Не отчет. Короче, здесь посадочки брошу, смотри, баронки. Слышите? Жужжит. У Андрюхи нифига не жужжит. Слышите? 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 Дальше, что цепляет. Все, домой, погнали, хоть разбираться. Может быть, что-то под флопом хватало? О, как тяжело, опасно. И мы выбираем с ним скорость. Устойкой войны смогу пересомость. Я иду в крепость, но это не новость. Она за мной, даже если я в пропасть. В честье мы сто раз сильнее, чем поезд. Мы и для тебя гадать, и в пропасть. В честье мы высоко подали облака. Она на моей ДК. Я в камен, но в прониклижуя аргенит. Я тебя взгляю постепенно. Я на тебя подсел, на тебя заметь. Ты в голову романишь необыкновенно. Ты все в углу, на лице, трое глаза. Мы с тобой взлетаем выше неба. Нам так ахуен, ахуен, ахуена. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...